всем привет доброе утро из солнечного красивого таиланда не планировала сегодня записывайте ролик на youtube поэтому даже не взяла микрофон и в общем о чем хочу рассказать немножко хочу рассказать о первой неделе в таиланде сегодня почти неделя как я здесь завтра будет завтра будет ровно неделя сегодня суббота и я приехала воскресенье в прошлое воскресенье ночью хочу сказать что я поняла что очень отличается состояние и настрой и твой порядок действий от той ситуации когда ты просто приезжаешь в таиланд как турист на две недели забронированный классный отель и от того состояния когда ты действительно понимаешь что ты здесь на долгий период потому что всю первую неделю у меня была сплошная адаптация то есть ты ты просто находишься в каком-то диком стрессе я сейчас по этому поводу расскажу свои инсайты я очень спокойный человек и для меня в целом стресс это но это такое же как и для всех знакомое чувство знакомое состояние потому что мы в целом каждый день так или иначе бываем в неком стрессе или создаем себе стресс-факторы потому что стресс-факторы позволяют нам расти если бы у нас не было в жизни какого-то роста то не было бы стресса не было бы стресса не было бы роста все это взаимосвязано и в целом стресс это неплохо то есть мы должны воспринимать стресс как нечто ужасное плохое что нельзя никогда испытывать от чего нужно точно избавиться собственно чтоб вы понимали сейчас 8 утра я пришла на пляж чтобы провести йогу в 7 здесь просто миллион людей я буду искать другой район но об этом подробнее дальше в общем ожидание реальность первой неделе и что было в общем я понимаю и хочу до вас донести что любое чувство которое вы испытываете стресс и злость ощущение тотальной разбитости и вот все какие-то чувства которые иногда приводят нас состояние не особо приятное да не в состоянии любви и счастья не нужно думать что нужно избавляться от этих чувств самом деле каждое чувство по-своему нужно нам момент когда мы его испытываем скорее всего в этот момент происходит какой-то рост либо происходит переключение нашего внимания на важные вещи внутри нас на важные состояния перемены внутри нас или в нашей жизни в этот момент когда мы испытываем какие-то не хочу говорить негативные чувства но чувства которые немного нас вводят состояние ну уныние да не приносят нам энергия наоборот или забирают здесь нужно главное переместить свой фокус внимания на то почему я это испытываю и что я могу с этим сделать как я могу поменять свое настроение свой фокус внимания чтобы прожить эти чувства максимально быстро и максимально осознанно и легко для себя то есть чтобы этот стресс который дает нам рост и толчок к развитию не превращался в перманентный стресс потому что очень плохо для нашего состояния именно перманентный стресс то значит по чуть-чуть но постоянно да это все равно что ну например пить алкоголь то есть ты вроде человек думает что он пьет каждый день алкоголя по чуть-чуть то он не алкоголик то это неправда если человек пьет каждый день по чуть алкоголь то он потихонечку убивает себя и свои нейроны в своей голове каждый день, но по чуть-чуть, вот, поэтому что хочу сказать, когда я приехала сюда, я приехала ночью, и мне показалось, что в какой-то джубге нахожусь, знаете, такой колхозной деревенской джубге, просто я приезжаю везде, значочки с этой сконоплёй, темно, вот такой рыночный, знаете, рыночный какой-то район, я живу на Патонге, это центральный главный район, но мне он не особо нравится, здесь достаточно шумно, но здесь живёт моя знакомая, единственная знакомая пока что в Таиланде, и чтобы быть как бы поближе к ней, да, вот видите, здесь вообще ничего не говорит про уединение, я сейчас только что записывала йогу в клуб, вот, первый раз за неделю, и вот здесь вообще ни капли про уединение, поэтому мне не нравится этот район, я буду искать другой, вот, буду искать другой район, чтобы был более уединённый пляж, хочу больше зелени, поэтому в ближайший месяц я буду изучать Пхукет, буду ездить по разным районам, жить там и смотреть там, где больше всего понравится, в следующем месяце планирую переехать, вот, в общем, я первый день просто разрыдалась, у меня был сильнейший стресс, первый вот, ну вот, наверное, до сегодня на самом деле, потому что сегодня на шестой день я уже более-менее понимаю, что к чему, где я, что как, какие люди, куда мне идти, то есть какие-то базовые вещи мои закрыты, вот, в очередной раз я поняла, как важно, когда ты закрываешь свои базовые потребности, понимаешь, где тебе жить, что тебе есть, и возвращаешь в свою жизнь какие-то привычные действия, то есть они тебя очень сильно заземляют и, как бы, дают тебе вот это ощущение, что, мозг, твоему мозгу ощущение, что всё как прежде, всё хорошо, всё стабильно, и поэтому очень важно иметь какое-то хобби и род занятий, которые с вами всегда, независимо где вы, для меня это йога, и почему я топлю, например, за онлайн-клубы, да, за онлайн-йогу, потому что по факту никакой разницы, живое или неживое, об этом нету, но при этом у тебя всегда с собой телефончик, ты включил, где бы ты ни был, в горах, в лесу, на пляже, в Таиланде, или ещё где-то, да, у тебя всегда есть телефон, у тебя всегда есть какая-то поддержка, ты просто открываешь телефон и, ну, как бы, ну, как бы открываешь и занимаешься, да, и вот ты вроде бы, твоё хобби всегда с тобой, вот, поэтому, поэтому я веду йогу онлайн, мне это очень нравится, и я сама себя так стабилизирую, понимаю, что даю какую-то пользу людям и помогаю стабилизироваться, оставаться в состоянии стабильности, ощущения стабильности, успокоения, спокойствия вам, поэтому, если вам интересно, вы можете записаться в мой онлайн-клуб, скоро я буду проводить двухнедельный марафон по внедрению привычки, по внедрению йоги в свою жизнь, поэтому записывайтесь, все подробности читайте в описании по ссылке в телеграм-канале. И первый день, точнее, первая ночь была очень страшная, то есть, представляете, я еду в такси, еще, знаете, с аэропорта, и у меня мысли, бля, Алина, ты просто сумасшедшая, ты прилетела на другой континент, одна, одна, ты совсем, у тебя вообще с крышей все в порядке, у меня было такое состояние, было, знаете, с одной стороны ощущение того, что ты на другом, как сказать, вы знаете, вот в игру, когда ты играешь, и тут ты, бац, на другой, ну, ты на другом сервере, как будто, вот, все, правила игры меняются, вот у меня было такое ощущение, что ты, как бы, был на одном сервере, на одном уровне, издрую, с одними декорациями, да, игра была одна, и ты к этой игре привык, и ты уже знаешь пути, ты уже знаешь, как все устроено в этой игре, знаешь, где найти поесть, ты знаешь, где залечить свои раны, ты знаешь все. А здесь игра поменялась, уровень сменился, и ты не понимаешь пока еще, куда тебе идти, ты не понимаешь, где просить помощи, ты не понимаешь, ты не знаешь, как проходить этот уровень, как проходить эту игру, ничего не понятно, и ты просто ходишь на обум, вот так, на ощупь, как будто у тебя глаза завязаны. Плюс страшно, что ты понимаешь, что, ну, что ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, что тут все по-новому, и от этого очень страшно. Мозгу всегда страшна неизвестность. Почему, например, мы не идем в исполнение своих желаний, почему мы, например, ограничиваем себя, почему мы боимся нового, да, только новое позволяет нам, только новые действия позволяют нам перейти на новый уровень своей жизни. Мы боимся этих новых действий. Почему? Потому что мозг боится всего неизвестного. И это сильно нас ограничивает. И я вот первый день я захожу в номер, представляете, я приезжаю, и хозяйка у меня здесь знакомая живет, и она как бы забронировала для меня отель с 12 ноября, и я приезжаю, хозяйка говорит, я думала, это 22 число, простите, в общем, мест нет. Но на один день я вам выделю, в общем, на сутки номер, а со следующих, типа, на 10 дней вам придется искать отель, но у нас 22 уже заедете. Я захожу в эту комнату, и я понимаю, что мне вообще не нравится, вообще неуютно, это не то, к чему я привыкла. И это, знаете, ну не о том, что, типа, я какая-то цаца, не подавай дубайский лоск, хотя и это мне нравится тоже. Я могу адаптироваться в целом к любым условиям, но просто настолько, знаете, стресс наложился, перелет, почти 9-часовой перелет, отсутствие сна нормального, другой континент, я одна, новые условия, непонимание, что будет, и усталость, и вот все это наложилось, и я просто заехала в этот номер, и, конечно, я думаю, блин, ну пожить здесь, типа, сутки нормально, ну 2-3, ну месяц тут жить я, наверное, не смогу. Я даже обрадовалась, что про меня забыли. Думаю, буду искать номер другой, буду искать другую гостиницу. Вот, в общем-то, я порыдала, когда уехала моя знакомая, позаписывала кружочки подружкам, и, знаете, состояние было реально такое, что, боже мой, что я творю вообще, что я творю, в чём мне не сидится вообще в России. Но на следующий день я проснулась, выпила кокос свежий, съела мякоть кокоса, поехала на пляж, и поняла, что жизнь прекрасна. Но меня не отпустило до конца, вечером меня снова накрыло. Знаете, было как-то вот так, то есть во второй день я искала сим-карту, поехала там в центральный центр острова, поехали позавтракать с знакомыми, ну, моими. Вот, в общем, позавтракали, я поехала, купила себе симку, наконец-то я была с интернетом. А, нет, мы приехали, я забыла паспорт. Мне пришлось возвращаться обратно, ехать снова туда за этой электронной симкой, потому что только там она была. В общем, к вечеру я вернулась домой, сходила на пляж, увидела прекраснейший закат, просто прекраснейший, прекраснейший, покажу его потом в сториз. И всё. Вечером пришла, приехала домой и просто снова расплакалась. Расплакалась от того, что я одна, от того, что не понимаю вообще, что делать, боже мой, ещё нужно работать, потому что я работаю на себя, я понимаю, что если я не работаю, то мои финансы на стопе, понимаю, что здесь дороже, чем я планировала. На самом деле курсы сейчас здесь выше. То есть год назад он был 1,6, сейчас он 2,7. То есть все цены, они в два раза выросли. Здесь в два раза стало дороже для нас. Но цены, могу сказать, здесь примерно как в Краснодаре. То есть снять, я снимаю квартиру за, отель, я снимаю отель за 9000 бат, умножаем на 2,7. Ну, это где-то около 20 тысяч, 25 тысяч, да? Ну, умножьте, не знаю. Вот. И это на месяц. В целом нормально, у меня очень средний номер, но жить можно как бы. Но хочу переехать. Я решила, что лучше сниму номер подешевле, останусь там. Потому что, кстати, хозяйка сказала, что всё-таки, да, оставайся, нашла мне комнату. Я никуда не переезжала, ничего не искала. Вот. И, собственно говоря, просто решила, что этот месяц буду перемещаться по острову, снимать отельчики на пару дней и изучать районы. И если мне нравится, то я просто под конец месяца буду искать себе уже квартиру, кондо именно, где задержусь и где буду жить. Вот. Поэтому пока изучаю районы. Вот. По еде. По еде пока ещё ничего не пробовала. Опять же, по ценам говорю, как в Краснодаре. То есть покушать в какой-то кафешке на набережной, вот здесь я завтракать хожу, мне очень нравится. Ну, примерно 1000 рублей на наши деньги. Это взять, например, свежевыжатый фреш и какое-то блюдо одно, да. Это где-то 1000 рублей на наши деньги, 1100, может быть, вот так. Здесь дёшево питаться на рынках, но я пока боюсь. Мне пока, ну вот, вот этому нашему, знаете, русскому менталитету взять, поесть вот то, что готовится на рынке, вот так вот, да, там, с какой-то антисанитария. Это норма здесь, но я пока что не могу привыкнуть как-то, и, в общем-то, на рынке пробовала только одно блюдо, расскажу тоже в Инстаграм, но ничего такого особенного. Вот, цены, цены нормальные на рынке, можно условно там за 500 рублей там поесть нормально, вот. Но если бы ходить в ресторанчики, то как у нас, дорого, 1000-200, вот так вот. Конечно, каждый день так дорого питаться, учитывая то, что у меня нету кухни сейчас в отеле, то есть мне нужно именно питаться где-то. Еще момент здесь, приятный климат, погода, правда, часто меняется, вот тут тучи, может пойти дождь, а потом резко дождь сменится на солнце. В общем, погода непредсказуемая, и на прогнозы, в прогнознике вообще можно не ориентироваться. Ну, достаточно приятный климат, кстати, байк, здесь такси, байки, и изначально для меня это было такое, боже, что я буду делать, какой байк, какое такси, садиться с кем-то, да, там, условно, с каким-то тайцем, что это. Ну, нет, оказалось, что это не страшно, даже прикольно, и мне нравится, байк здесь дешевле, и при этом очень быстро доезжаешь, без пробок, с ветерочком, вот. Не так душно, как в Дубае, не знаю, мне, человек, который в сентябре был в Дубае, мне кажется, уже ничего не страшно, потому что, когда ты реально в Дубае выходишь, и туда просто испарено, и нечем дышать, здесь не так. Здесь приятно, здесь душненько, но, не знаю, как лето, вот здесь, как летом в Краснодаре, вот так, поэтому абсолютная норма. Говорят, что будет еще потеплее сейчас, недельки через 2-3, в общем-то, к декабрю ближе. Вот, начинается сезон, и уж будет еще теплее. В общем, еще я отравилась, вчера и позавчера, у меня, думаю, была адаптация, была температура, мне тошнило, вот, хотя я особо ничего не ела, поэтому думаю, что это адаптация, и плюс стресс. Все эти дни я очень, признаться вам, нервничала, переживала, и, знаете, состояние просто бетономешалки в голове. Думаю, господи, как люди некоторые живут так каждый день, как люди некоторые живут в этом стрессе, в этом постоянно, когда у тебя все время бетономешалка в голове, просто все время. Это же невозможно, просто невозможно, когда ты, вот, знаете, реально в голове мусор, просто обо всем думаешь. А где жить? А что есть? Блин, а Россия? А ты думаешь о людях, о тех, о пятых, о десятых ситуациях? А что? А как? А работа? А здесь же нужно рил снять. Блин, подожди, а где мы будем симку? А куда мы будем? Ой, а здесь? А что? А коврик? И просто голова взрывается, нервная система в шоке от того, что происходит. Ты не можешь заткнуть свой мозг, и даже, и даже, ну, и ты понимаешь, что ты не можешь делать ничего, и ты просто в такую панику вгоняешься. Но я человек, который умеет работать со своим состоянием, и могу сказать, что сегодня на шестой день я чувствую себя значительно лучше. Я уже более-менее мозгу всё стало знакомо. Я вернула йогу, потому что я не могла заниматься йогой, мне было не тупо некогда, у меня не было коврика. Ну, а в квартире, где я живу, там просто плитка. Невозможность заниматься на плитке, у меня там было единственное одеяло, то есть даже постелить себе какого-то пледа у меня не было. Поэтому заниматься было не вариант. Вот. И когда у меня появился коврик, и в мою жизнь вернулась йога, и медитации, вот как комбо, да, сейчас мне намного лучше и понятнее. И вот всё-таки очень важно иметь в жизни то, что вас стабилизирует. Всегда. Какое-то дело, какое-то увлечение, где бы вы ни были, оно всегда вас, знаете, как бы вот так подтянет. Вот. Поэтому пока что я не поняла, нравится мне Таиланд или нет, но думаю, что до 3 месяца я точно здесь, пока даётся виза, я точно здесь. Потом я, скорее всего, уеду. То есть я здесь, наверное, до конца зимы максимум. Весной я вернусь в Россию, вот, и эти 3 месяца поживу здесь. Посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, что вам было интересно это видео, интересны мои мысли, интересны мои ощущения. Я буду рассказывать больше, сделаю большой влог. Я, на самом деле, не могла ничего снимать нормального. Сделаю большой влог попозже. Может, со следующей недели буду показывать вам всё, рассказывать, изучать районы, изучать, показывать их вам. Вот. Потому что всю эту неделю я закрывала базовые потребности. У меня было вообще ни до интернета, ни до связи, ни до контента, ни до работы, вообще ничего. Вот. И поэтому ощущения разные всё-таки. Когда ты приезжаешь как турист в отель на 2 недели, совсем по-другому. Ты на лайте, ты знаешь, что вот у тебя есть отель, здесь пляж, вот есть экскурсовод, ты поехал, всё, у тебя всё понятно, всё ясно. Здесь? Нет. Особенно, когда ты одна. Тяжело. Тяжело ли быть одной? Тяжело. Тяжело. Хочется, плечо рядом. Но всему своё время. Всему своё время. Помните об этом. И главное, фокусируйтесь на себе и исполняйте всегда только свои мечты. И в вашу жизнь точно подтянутся те нужные люди, которые... которые будут действительно теми самыми, кто сделает вас ещё счастливее. Да, уже очень много людей. Видите? Или не видите? Не знаю, надеюсь, у меня было слышно, потому что я была без микрофона. Это спонтанное видео. Ещё раз оставляю, говорю вам про ссылку в Телеграм-канале. Подписывайтесь на мои сети, в Инстаграм, Телеграм. Будет вся подробная информация про йога-марафон, где я помогу вам настроиться, взбодриться в этой серой осени. Помогу вам подготовиться к Новому году, сбросить оковы, напряжение и всё-таки внедрить в свою жизнь новую классную привычку это йога. Йога супер стабилизирует, йога замедляет, меняет тело, меняет состояние и даже исправляет осанку, улучшает здоровье и как и ментальное, так и физическое в любом случае. Поэтому я вас жду. Если вы дослушали, спасибо вам. Я вас люблю. Желаю вам шикарного дня и шикарного настроения. Сегодня еду на Бангтау. Начинаю свое мини-путешествие и изучение Пхукета. Субтитры создавал DimaTorzok